НПФ вернет населению удержанный подоходный налог. Возврат 10% от суммы выплат сделают 10 категориям граждан, что уже получили выплаты из единого накопительного пенсионного фонда. Сумму удержанного подоходного налога вернут полностью на банковские счета получателей. Каким категориям ждать возврата налога, выясняла наша съемочная группа. Изменения в налоговый кодекс были внесены в апреле этого года. Согласно этим поправкам, Единый накопительный пенсионный фонд начнет возвращать излишне удержанный индивидуальный подоходный налог. Речь идет об определенной категории лиц, которые получили выплаты из ЕНПФ. Удержанные 10% от суммы выплат вернут 10 категориям граждан. Это инвалиды. Первый, второй, третий группы. Затем дети-инвалиды. Затем родители, опекуны и попечители детей, значит, инвалидов с детства. Один из родителей, усыновители опекунов, принявших детей сирот, либо детей, оставшихся без попечения родителей в приемную семью. Один из приемных родителей, тоже детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, значит, в свою семью. Затем лицо, существившее погребение, человека, который имел пенсионное накопления в ЕНПФ. Либо родственник это может быть, либо какое-то другое лицо, которое осуществило погребение. Участники Великой Отечественной войны, те, кто был награжден орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. И также лица, которые не награждены медалями СССР, но работали в тылу не менее шести месяцев, тоже в годы Великой Отечественной войны. Список граждан, что имеют право на возврат излишне удержанного индивидуального подоходного налога, внушительные. Возвращать ИПН будут по тем заявлениям, которые поступили с 1 января 2018 по 15 апреля 2019 года. Сумму индивидуального подоходного налога, которая была удержана при выплате пенсионных накоплений, вернут полностью. Деньги упадут на банковский счет получателя, который указывается в заявлении. Граждане, что попали в список тех, кому вернут удержанный ИПН, могут обратиться в офис ЕНПФ, прислать документы по почте, либо через поверенное лицо. Если, допустим, он будет через поверенное лицо, поверенное лицо может тоже лично обратиться в офис. Через почту, получается, скачивается бланк с нашего сайта официального, енпф.кз, в разделе «Услуги», бланки, заполняется. Но там, получается, обязательно перечень документов, которые нужно будет приложить. Это документы удостоверяющие личности, подтверждающие документы, и сама подпись заявления должны нотариально свидетельствоваться. То есть это очень важно. И отправляется почтовой связью. Эти заявления будут рассматриваться. По предварительным подсчетам в стране порядка 16 тысяч человек, которые имеют право на возмещение индивидуального подоходного налога. В нашем регионе работа также началась. В ЕНПФ пока обратилось только 30 человек.